Здравствуйте! Вечерний столичный привет всем коллекционерам масштабных моделей автомобилей в 43-м и всем любителям журнальной серии Автолегенды в принципе. Сегодня речь о 44-м номере. Это ЗИЛ 41047, последний правительственный лимузин Советского Союза. Об исторических аспектах вам расскажет непосредственно журнал. А сейчас давайте поговорим о бесплатном приложении к нему, о модели. Сразу когда я увидел фотографии на известном форуме этого автомобиля, мне охватила настороженность. Уж больно он перекликался по восприятию с ВАЗ-2107. Согласитесь, категории совершенно разные и тем удивительнее. Почему же так произошло? Ну, для начала давайте все-таки о достоинствах модели. Первое – это качество, качество сборки, качество покраски. На сей раз оно не подкачало. При мне, в общем-то, и при сегодняшней покупке, кстати, по рекомендуемой цене непосредственно, еще один человек попросил у продавца киоска несколько экземпляров, и, в общем-то, все они были достаточно неплохого качества, каких-то очевидных косяков не было. Хотя я умудрился все равно по собственной невнимательности подцепить экземпляр с треснувшим стеклом, поэтому сейчас пришлось вот так вот немножко извратиться и стекло опустить. Хотя, конечно, интереса в восприятии модели это только добавило, с одной стороны. Но модель уже, как говорится, не заводская. Ну так вот, когда вы ставите модель на свою полку в линейке, если она у вас достаточно длинная, она не теряется и вполне себе отражает переход от 114 к ZIL 41047. То есть, развитие дизайна, если можно так выразиться, с учетом того, что все правительственные автомобили мира, как правило, консервативны очень в облике, но тем не менее. Но это только в группе моделей она не будет показывать своих недостатков. А вот взятые по отдельности, а тем более, если сравнивать не с фотографиями, а с реальным автомобилем, благо такая возможность у меня была, сразу же бросаются в глаза определенные геометрические ошибки. Давайте начнем с лица машины. Несколько неадекватная форма радиаторной решетки в сочетании с очень большим клиренсом и маленьким передним свесом приводит к тому, что не ощущается монументальности передка автомобиля, которая, несомненно, присутствует в реальности. Не хватает вот здесь вот, на верхней части крыльев, заглушек, которые, кстати, написаны в журнале, для установки флагштоков, которые ставятся во время официальных церемоний. Колеса. Диски 16-дюймовые в реальности. Здесь же, конечно, уже, наверное, 18-е. 18-е и, возможно, из-за их размера, ну и, конечно, из-за некорректной установки мостов клиренс очень сильно возрос. Рядом со 114-м, аж даже вот, да, рядом со 114-м смотрится высоковато уже, какой-то трактор просто-напросто. Идем дальше. Самый, на мой взгляд, отвратительный допущенный косяк, это то, что две вот эти линии оклада стёкол боковых, они не параллельны. И вообще у всего кузова наблюдается тенденция вот к восхождению в районе пассажирской форточки. В реальной машине ничего такого нет и в помине. А здесь линия настолько выражена, что просто искажает весь облик автомобиля. Если бы этого косяка не было, мы бы могли простить и отсутствие капотного маскота, Зиловского, характерного. Ладно, купили бы отравлённый, чёрт с ним. И отсутствие антенны Кавказ, антенны дальней правительственной связи на крыше, ну и вообще отсутствие всяких антенн, которыми, как правило, машина всё-таки изобилла. Да ладно. Но при вот таком вот геометрическом допущении странном, просто-напросто уже можно считать эту модель провальной. Ведь даже вот у саратовского советского Зила ничего подобного нет. Он смотрится так низенько. Как раз вот эта динамичность и, ну, конечно, спорный момент, но лёгкость облика, она присутствует. Ну, по крайней мере, это не перегруженные американские стрейчи. Здесь всё в порядке. И с передним свесом, и размер колёс адекватный, и передок всё-таки достаточно монументальный. Хотя тоже не без ошибок. Но решётка больше, и поэтому воспринимается машина более правильно. Заднее стекло тоже у советского 115-го, как он называется. На самом деле, 115-го это Зил 4104. Передано более правильно. По крайней мере, не вызывает ассоциации с окошечком у Катафалка. А здесь именно такие. Так что, для тех людей, которые просто этот номер купили, так сказать, он для них проходной, если это не совсем их тема, конечно, никакого такого эпического фейла нет. Но для тех, кто всё-таки узнав, прочитав анонс о Зил 41047 в Автолегендах, его ждал, это уже ничего радостного не приносит. Потому что модель смотрится только с определённых ракурсов. А в совокупности она имеет слишком много ошибок. Это, конечно, можно исправить конверсиями, устранив названные мной недостатки. Хотя, я думаю, недостатки можно ещё было бы назвать. Но не будем. Но для этих конверсий уже потребуется и шпатлёвка, и достаточно серьёзное умение в моделизме. Ну, естественно, это не прибавит оптимизма людям, которые не занимаются конверсиями, собирают фабричные модели. Ну, зато, как уже отмечали на известном форуме, у нас китайцы не перепутали теперь днище сверху в чертежах. То есть, воздушный фильтр у нас снизу не наблюдается. И то хорошо. Спасибо за внимание. Извините, если непоследовательность какая-то была, но это первый опыт в подобного рода репортажах. До скорых встреч, друзья!